Мы все знаем, что эта революция, она вместе с последней волной революции в мире, вполне по праву считается интернет-революцией. Также была твиттер-революция в Турции, в Египте. Точно так же это фейсбук-революция в Киеве. Когда 11-го числа был штурм Майдана, я сидел дома и следил онлайн за тем, что происходит. Когда начал за штурм, я приехал. Точно так же в Киеве приехало много других людей. Да, пятый канал, спасибо им большое, транслировал это для тех, у кого есть дома телевизор, у меня дома телевизора нет. Нет у меня его давно, не будет его у меня никогда. Да. Вчера мои друзья вернулись к себе во Львов и провели акцию по выбрасыванию телевизора в окно. Но у меня есть фейсбук, у меня есть планшет, у меня есть телефон, у меня есть компьютер. В фейсбук есть мои друзья. Мои друзья присылают мне линки на ту информацию, которую они считают заслуживающей внимания. Я проговариваю свои комментарии, они проговаривают свои комментарии. Вместе в диалоге мы отделяем зерна от плевел. И лента фейсбука это самый надежный для меня источник информации о том, что происходит на Майдане, о том, что происходит в стране, о том, что происходит в соседних странах тоже. У меня на фейсбуке есть друзья и из Штатов, и из Англии, и из журналистов, и из России, и из Израиля. Соответственно, ссылки на информацию я получаю из всех этих стран. И, опять-таки, имею возможность делиться ими со своими друзьями. Друзья у меня есть и во Львове, друзья у меня есть и в Одессе. И получается, что каждый раз, когда я делюсь какой-то ссылкой на информацию, я замыкаю регионы. Информация расходится быстро. Это принцип работы социальных сетей. Да, я понимаю, что я революционер. Я понимаю, что за то, что у меня написано на стенке фейсбука, ко мне применимо минимум несколько статей уголовного кодекса. И дороги назад нету. Выкоррать я их не буду, удалять свой аккаунт в фейсбуке я не буду. Таких людей, как я, много. Мы все понимаем, что дороги назад нет, мы идем вперед. Давайте посмотрим, что такое интернет и как работает передача информации в интернете, да? У нас есть большие новостейные порталы, типа, я не знаю, Лента.ру. На Ленте.ру есть раздел и спорт, и технологии, и события, и так далее. Это большой новостейный портал, он, в принципе, ничем не отличается от журнала. Там есть редакция, там есть редактора, журналисты, у них есть свои съемочные группы, у них есть свои фотографии по всему миру. Они большой новостейный портал. Это один вид новостейных порталов, да? Это один из тех видов новостей, более-менее официальных, на которые мы опираемся, когда мы смотрим новости в сети. В Украине удивительная ситуация. Первая младая выскочка, купившая все новостейные ресурсы, оставила нас, в принципе, с цензором, с украинской правдой, чести и хвала, земной поклон. Лига, которая прекрасно поддерживает наш информационный, революционный информационный поток. Еще несколько ресурсов. ЗИК, львовяне, молодцы. Это большие новостейные ресурсы. Когда мы доверяем информации, которую мы находим там, с одной стороны, мы понимаем, что это журналисты, делающие свою работу. Второй вид информационных ресурсов, который, ну, опять-таки, уже говорят, что он начинает умирать, но пока что он еще не умирает, он еще очень даже жив, тем более в наших реалиях, это блоги. Что такое блог? Веб-блог, то есть человек пишет дневник свой, описывает некие события на своей страничке. Классическим примером веб-блога являлся ЖЖ, да, живой журнал. Но ЖЖ мертв, Лонглик ЖЖ. Завести свой блог может каждый. Достаточно зайти на страничку WordPress, завести себе там бложек, или зарегистрировать себе хостинг, и попросить там установить WordPress, и там завести бложек. В принципе, это дело полдня сделать себе собственный блог с собственным логотипом, с собственным названием, с собственным адресом. Нет, собственный адрес — это не полдня, это два дня. Ну, об этом. Отдельная тема для разговора. И у нас есть микроблоги. Микроблоги, по праву, микроблогом считается Twitter, да, когда свои 140 символов я могу отправить откуда угодно. И люди, которым интересно то, что думаю именно я, подписываются на меня. Подписываются на меня и подписываются на еще 10 тысяч таких же людей, как и я. И просматривая постоянно появляющиеся сообщения, они видят реальную ситуацию в стране. Например, когда были выборы в Белоруссии, печально закончившиеся выборы в Белоруссии, мы с моей женой сидели во Львове и следили за Twitter, потому что мобильной связи у них не было, телевизор, правда, не показывал. И единственный источник информации, который давал объективную картину происходящего, это был Twitter, который не заблокировали власти, и люди твитили под минут на что происходит. Соответственно, вот наши распределенные гражданские ресурсы информации, Twitter, Facebook и личные блоги, и большие новостильные ресурсы. Но опять-таки, с большими новостильными ресурсами никогда не знаешь. Достаточно, чтобы кто-то с кем-то договорился, пожал руку, подписали документы, передали деньги. И вот корреспондента у нас уже нету. А некоторые люди продолжают по инерции заходить на корреспондент. Моя жена на меня шикала, когда я перепостил ссылку из корреспондента и говорит, ты что, не слышал? Ну, ты вообще смотрел туда хоть одним глазом? Не пость то, что пишут на корреспонденте. Там... Ничего этому верить нельзя. Количество информации, количество дезинформации, которая появилась на этой революции, меня, как человека, живущего в информационном поле, восхищает. На каждую правдивую мысль мы слышим 50 вбросов, не имеющих ни малейшего отношения к действительности. Это может быть все, что угодно. Люди высадились на Марсе, прилетели инопланетяне, черви съели школьницу из Саратова. Ну, вот вся чушь, которая летит по телевизору, она же появляется в нашей сфере. Сейчас у нас период затишья. Новый год. Мы понимаем, что год будет сложным. Говорят, что ГАИ уже собирается приходить в гости к тем, кто был в Межигорье. Мы их ждем с нетерпением. В Межигорье была чудесная покатушка. Всем, кто там были, уверен, получили огромное удовольствие. Мы да. Мы понимаем, что да, будут приходить, да, мы будем их поичаем, не поичаем, посылать, не посылать. Но что нам делать дальше? Мы вряд ли перестанем пользоваться сетями. Кто еще видит наши сообщения, кроме наших друзей? Теперь об информации. У вас дома есть компьютер или мобильный телефон, или некое устройство, которое включено в сеть. И есть некий сервер где-то там, когда вы пишете свое сообщение, Twitter, Facebook или блог, когда вы отправляете некую информацию, ваше устройство, которое вы делаете в руках, получив от вас клавиатуры, получив от вас текст, этот текст отправляет на то устройство. Соответственно, если правительство, будем называть вещи своими именами, мы никого не боимся, если спецслужбам будет необходимо узнать, кто именно отправил это сообщение, мало того, что вы знаете, что, например, я пользователь Facebook по имени Данил Ковжун. Это написано на бумажке с афишей и с анонсом. Но я уж могу уйти в подхоле, правильно? Совершенно не обязательно знать, где я нахожусь в тот момент, когда я отправляю это сообщение. Да, я часто чекинюсь. Вот здесь, например, я зачекинулся. Я на открытом университете Майдана. Это видно на Facebook и сразу. Приходите меня, берите мое местоположение, зафиксированное через геолокацию, которая есть во всех современных устройствах. Если я не хочу, если я хочу уйти в подхоле, у меня есть такая возможность, но у каждого устройства, которое подключается к сети интернет, есть уникальный IP-адрес. У каждого интернет-провайдера есть блок IP-адресов, который он выдает каждому, кто подключается через них. Соответственно, когда я дома включаю компьютер, он получает IP-адрес моего провайдера. И достаточно несложно узнать, что мой адрес, я не помню его, но, например, 47.127.14.5 принадлежит провайдеру Киев. Более того, у меня домоседка, я живу в большом многоэтажном доме. То достаточно несложно узнать, какой именно район покрывает этот провайдер и какие блоки IP-адресов он раздает на какие дома. Таким образом, уже очень несложно выяснить мое местоположение. Ну, до дома, да? После этого можно дом взять под наблюдение одним человеком, это очень нересурсоемко. Ну, учитывая количество оперативников в нашей стране, одного оперативника выделить несложно. А еще можно поднять базу контрактов нашего провайдера, в котором будет написан мой домашний адрес, куда проведен проводочек. А еще можно у провайдера изъять логи. Логи... Дело в том, что сервера, которые обслуживают интернет, каждый сервер постоянно пишет логи. Логи — это технический журнал по секундной регистрации всех событий. Если сервер ломается, то, собственно, глядя в эти логи, мы понимаем, что именно в нем поломалось, то он напишет там о своей ошибке. Точно так же он напишет там о том, какая активность происходила вокруг него. Соответственно, зная все это, я понимаю, что когда я выхожу в интернет, я гол и безлищитен. Меня найти вплоть до моей теплой и уютной квартирки можно очень легко. Когда-то, когда-то, в чудесные 90-е годы, была даже тема лэптоп, в котором есть встроенный модем, он не был таким легким, как сейчас, в телефонный шнурочек с двумя булавочками, с тем, чтобы можно было зайти в некий подъезд, когда не было еще консьержек, и на лестнице воткнулся в чей-то чужой телефонный провод, чтобы оттуда звонить своему провайдеру, с тем, чтобы номер телефона, с которым шел дозвон, показывал не на меня. Если мы говорим о кибер-чем-то, да, я не говорю про кибер-преступление, если мы говорим о какой-то активности, которую милиция может счесть нелегальной, если они приходят к бабушке, у которой нет компьютера дома, вопросов нет. видит поврежденный провод, все понятно. Сейчас ситуация несколько другая. Все наши телефоны, все наши смартфоны, скажем так, все наши планшеты получают IP-адреса у того же Киевстара, и, соответственно, по номеру, ну, если я подключен прямо здесь, через Киевстарский интернет, меня можно с точностью до 100 метров треангулировать. Таким образом, если я представляю интерес для спецслужб, то за моим перемещением по городу довольно несложно следить небольшим количеством людей. Опять-таки, весь вопрос — ресурсы. Теперь давайте мы представим себе немножко другую ситуацию. Представим себе, что я все это знаю, я не боюсь. Более того, я получаю удовольствие от того, что они за мной следят, они ведь тратят на меня свой ресурс. И мы включаем такую чудесную штуку как алгоритмы шифрования. Что такое алгоритмы шифрования? Появились они давным-давно. Военное применение они нашли во время Второй мировой войны, когда все шифровали все. Самый известный, пожалуй, это немецкий шифр Эникбор. Зубчатые колеса с буквами, панельные с проводочками, которые каждый день переключались на новое положение и с их помощью отправлялись шифрованные мессенджи, шифрованные сообщения, которые англичане очень быстро научились взламывать. Так, собственно, родились компьютеры, потому что придумали компьютер, как мы его сегодня знаем, для того, чтобы расшифровывать сообщения немецких подводных лодок. И так родилась криптография. Агентство, которое в Америке занималось вот тем самым расшифрованием шифров немецких подводных лодок, сейчас называется NSA. Известно как No Such Agency. Нет такого агентства. Это агентство национальной безопасности Соединенных Штатов, откуда сбежал прошлогодний Сноуден и рассказал нам про то, что они сломали все на свете. А в смысле, они сломали все шифры, теперь они знают вообще все, вообще про всех. Опять-таки, вопрос ресурса. Если я отправляю пост на Фейсбуке, я отправляю просто текст. Кто может видеть этот текст? Этот текст может видеть человек, который взломал мой телефон и в этот момент смотрит, что у меня на экране. Взломать несложно. Операционка есть у всех, она есть давно. Знаем версию моей операционки, можно представить, что NSA или СБУ уже имеет ключи, уже имеет возможность удаленно мониторить мою операционку. Раз, возможность. Совершенно точно это знает мой провайдер, потому что эта информация в чистом, незашифрованном виде проходит через его раутеры, через его сервера и идет дальше, через все соединения до вот того самого сервера Фейсбука, который, может быть, находится в дата-центре в Киеве, может быть, в дата-центре в Львове, может быть, в дата-центре в Нью-Йорке. Я не знаю. Как мы можем использовать шифрование? Во-первых, давайте посмотрим, что это нам даст. Если я зашифровываю... Окей, мы знаем, что любой шифр можно сломать. Ну, теоретически, вроде бы, нельзя, но если очень постараться, то, наверное, можно. Тут есть много кривотолков, кто что умеет сломать. Давайте исходить из того, что, приложив достаточное количество усилий, спецслужбы могут сломать любой шифр. Это займет у них некоторое время. Если я отправляю шифрованное сообщение, сегодня в 12 часов, бомба взорвется под машиной президента, меня возьмут за задницу, потому что это сообщение наверняка будет расшифровано. Если моя жена присылает мне зашифрованное сообщение, в котором написано, пожалуйста, купи два батона, немного молока, бутылку вина, огурцы, помидоры, и я зашифрованным каким же шифром отправляю ей сообщение «обязательно куплю, люблю тебя». Она точно так же отправит зашифрованное сообщение моему брату и поздравит его с Новым годом. А он отправит зашифрованное сообщение своей жене. Мы же можем настроить наш компьютер так, чтобы он зашифровывал и дешифровывал сообщение автоматически. Соответственно, мы можем обеспечить себе... Это нельзя назвать безопасностью. Безопасностью это не является. Все равно можно расшифровать. Но это и есть та самая криптоанархия. Количество ресурсов, которые необходимы для того, чтобы выяснить, где лежит бомба под президентом и какой час она взорвется, становится малореальным, если сообщения о покупках в супермаркете тоже идут зашифрованные таким же шифром. Как этого добиться? Ну, во-первых, все браузеры уже несколько лет настоятельно рекомендуют пользоваться HTTPS. Вообще, что такое шифр? Чтобы я не потерял, как говорят одни мои знакомые наши друзья натуралы начинают скучать, чтобы я не терял вас, чтобы вам было интересно. Кто понимает примерно, как работают алгоритмы шифрования? Ну, вот, примерно. Один, два, три человека. Я тогда, с вашего позволения, извините, если вас утомлю, очень простой примерчик. Который мне зачитывали на лекции по компьютерной безопасности много лет тому назад. Давайте представим, что у нас есть два короля, которые хотят отправить... Один хочет отправить другому сундучок с чем-то, но так, чтобы никто не смог по дороге посмотреть, что находится в этом сундучке. Не буду мучить вас и просить от вас разгадки этой загадки. Алгоритм, например, такой. Король номер один навешивает на сундучок свой замок, оставляет ключ у себя. Этот сундучок с караваном слуга отправляется к королю номер два. Король номер два надевает свой замок на этот же сундучок, после чего сундучок с караваном отправляется к королю номер один. Король номер один снимает свой замок своим ключом и отправляет сундучок обратно. Король номер два снимает свой замок своим ключом и открывает сундучок. Протокол SSL или HTTPS — это гипертекст-транспортокол, это тот протокол, который мы смотрим все в интернете. Картинки, тексты. Это вот браузер, который работает с протоколом HTTPS. HTTPS — это безопасный протокол. Что происходит? У каждого сайта есть сертификат. Так называемый сертификат — это вот тот самый замок. И когда вы запрашиваете страницу сайта, он навешивает этот замок. Есть публичный ключ, который ваш компьютер знает по умолчанию. Ваш компьютер снимает этот ключ, и вы получаете эту информацию, но по дороге уже становится значительно сложнее перехватить информацию. Сложнее понять, что вы читаете. Значительно сложнее увидеть, что вы пишете. И это сохраняет ваши пароли в безопасности. Это тот уровень безопасности, которым стоит пользоваться всегда. В принципе, по умолчанию. Если у вас есть почта в интернете, посмотрите. Знаете, вот адресная строка на группу браузера. И вот здесь в самом начале этой адресной строки написано HTTP двоетощая слэшик слэшик. Посмотрите, там написано HTTP или HTTPS. Если там написано HTTP, бросайте этот email. Переходите на Google. Google и так знает все и обо всех. Поэтому перед ним уже можно не скрываться. Google дает доступ к своей почте только через HTTPS. И у Google хорошо выстроены механизмы. Если вы потеряли свой пароль, то вам достаточно несложно его восстановить, а другим людям это будет сделать почти невозможно. В условиях революции, я думаю, что пользоваться Укрнетом, у которого сервера находятся в этой стране, которые могут изъять сколько раз... Я связан с серверами. И я даже боюсь упоминать, сколько раз за прошлые и позапрошлые годы серверов выносилось из дата-центров. Работники дата-центров уже даже не сопротивляются. Звонок в дверь. Открывается дверка. Они видят людей в форме. Вздыхают, делают шаг в сторону. Потому что у них такой красивый дата-центр. Будет так грустно, если с ним что-то случится. Правда? Поэтому какие-то пару серверов из тех пяти сотен, которые стоят в этом дата-центре, ну, рояля не играют. Сервера в нашей стране выносятся аж бегом. Без ордера. Потом может быть ордер. Потом, может быть, вам вернут эти сервера. Может быть, на них даже будет какая-то информация. Но я бы не сказал доверять свою переписку почтовую. Даже если там только котики. Все равно я не стал бы доверять свою почтовую переписку, свои пароли тем сервисам, у которых сервера находятся в Украине. Это самое базовое. Обезопасите свой браузинг, да, свое листание интернета. И обезопасите свою почту. Как минимум, если взломать вашу почту, всем вашим друзьям можно отправить какие-нибудь гадости с вашего адреса. Можно отправить вирусы с вашего адреса, которые поработят компьютеры тех, кто их откроет. Берегите свою почту. Она... Это стоит того. Люди, которые... Я очень часто сталкиваюсь с друзьями, которые не видят необходимости ставить пароль на свой ноутбук. У меня никогда не было пароля на телефоне. Началась революция. И в какой-то момент я осознал, что у меня в телефоне записаны не только номера, там, 800 номеров моих друзей, коллег, знакомых и вообще очень странных людей, там, такси в Одессе или всякое-всякое-всящее, а записаны телефоны 50 человек, которые стоят вот там прямо сейчас, например. Ну, наверняка стоят, да, или кто-то из них спит, но они там будут стоять. Если мой телефон попадает не в те руки, я несу ответственность за тех людей, чьи номера... За тех людей, кто дал мне свой номер телефона. Я поставил себе пароль, 10 неправильных попыток, вся информация вытирается. Я надеюсь, что это поможет. Более того, я надеюсь, что он мне никогда не понадобится. У нас, когда я профессионально занимался компьютерной безопасностью, у нас была приговорка, что удобство и безопасность, это, знаете, как на пульте есть такая, как он, ползунок называется, да, слайдер. Это вот одна ручечка, и это два ее крайних положения. С одной стороны безопасность, с другой стороны удобство. Можно сделать так, чтобы оно было круто безопасно. Вот, вот, совсем безопасно. Но никто из вас, и я, в том числе, не сможем этим пользоваться. Можно сделать так, чтобы оно было офигенно удобно. Вот, открыл компьютер, а там уже сразу мой десктоп. Без пароля, без ничего. Но оно будет круто, небезопасно. Например, почему? Знаете ли вы, что пароль вашего компьютера, который вы вбиваете с клавиатуры, это тот же самый пароль, который нужно ввести, если я подключаюсь к вашему компьютеру по сети. По сети. Одни ребята провели эксперимент, они написали маленький вирус, но он ничего не делал, да, он только сам распространялся. Они хотели сделать карту интернета. Очень амбициозная задача. Делать это в прошлом году, это был не 99-й год, не 96-й, не 86-й, не DARPA.NET, когда компьютеры были гигантскими, а люди, а компьютерщики наивными, это было сейчас, это было в то время, когда у всех дома из вас на Wi-Fi раутере стоит уже включенный Firewall. Они написали маленький вирус для почти всех систем, который пытался зайти, он пинговал компьютеры, которые находятся рядом, и пытался зайти с паролями тест-тест, админ-админ, администратор-администратор, администратор без пароля, тест без пароля. Они захватили половину интернета. Они смогли пропульсировать, пропинговать, они сделали это как дипломную работу. Они хорошие, добрые, честные люди. Они не стали устраивать нашей цивилизации обрушения. Потому что под их контролем оказались автоматические подниматели-опускатели платин, ядерные электростанции. Вы себе представить не можете, какое количество электроники, которое требует пароля, установлено везде. Датчики движения, автоматические раздвигающиеся двери. У них есть какой-то контроллер, который им управляет. Лифты. Знаете, вот умные современные лифты, которые знают, кто с какого этажа, в какое время чаще уезжает в офисных центрах. Они управляются компьютером. Банкоматы. Там компьютер. Если вы откроете банкомат, ну, не откроете, если вы увидите открытый банкомат, то увидите, что внутри стоит самый обычный PC. Ну, обычный не бывает. Там на Майдане где-то стоит вот эта коробочка пополнения iBox. Там тоже самый обычный компьютер PC с операционной системой Windows, на котором тоже стоит какой-то пароль, какой-то какой-то юзерный, юзерный, наверняка администратор, какой-то пароль. Может быть, тоже тест-тест. Хотите ли вы совершать, хотите ли вы пополнять свой мобильный телефон, засовывать деньги в машину, которая откроется и поддастся вам, если вы в качестве пароля напишите тест-тест? А если вы занимаетесь реальной борьбой с правительством, да, если вы действительно отправляете информацию, допустим, ведете кимпу войну с регионалами, да, допустим, вы свои пламенные призывы отправляете на восток, отправляете на юг страны, вы готовы не защитить свой компьютер с ротом, так, чтобы то есть в тест-тест на него мог зайти любой оперативник, один, не... по такому сильной порой, засчитывайте информационную систему, засчитывайте свой жесткий диск, но пусть они хотя бы потратят там, 200 часов на то, чтобы разрешепровать ваши данные, которые, по итогу, окажутся совершенно бесполезными, совершенно ненужными, потому что, кроме скопированного из интернета текста, который вы переправили, все остальное, это на этой картинке портит. Но пусть они поломают одними голову. Зачем сразу не говорить, что на картинке котика? Пусть они потратят, потому что бесшифровка это ресурсо-емкое занятие. Для этого нужны ночные компьютеры, эти все компьютеры нужно питать электричеством, занимаются эти высококлассные специалисты. Да, вы с бомбами высококлассные специалисты. Так пусть в тремя тратится на бесшифровку ваших позиций. Пусть электричество тратит и на расшифровку котик. Тогда, возможно, вот то самое сообщение, которое будет переломным моментом нашей революции, пройдет мимо них. Просто потому, что вы шифруете всю информацию. Окей. То, о чем мы поговорили, зашифровать нормальное пароль для имейлов, длинное желательно, лазим по интернету только через HTTPS с secure connection. Давайте немножко усложним задачу. Не усложним, делаем ее еще веселее. Кто из вас знает, что такое отформа? Есть несколько способов еще сильнее скрыть свое присутствие в интернете. Тогда, когда вы заходите на сайт и даже этот сайт не знает кто на него зашел, раскрывается свой исходный адрес. Есть более безопасная система и менее безопасная система. ТОР не самая безопасная система с точки зрения продвинутых крипто нафиксов, но она достаточно удобная для того, чтобы мы ее не могли пользоваться. Что такое ТОР? Давайте представим себе, что мы вот с этим молодым человеком а он вот с тем молодым человеком а он вот этой женщиной мы соединяем друг друга с большой трубой. Придерживаем эту трубу, эта труба из четырех человек. И когда каждый из вас слышит с кем-то другим пообщаться, он находится к дому краю трубы и говорит мне что-то. А тот, с кем он общается, слышит это из другого края трубы. И, соответственно, тот, кто слышит, он не знает, кто с ним разговаривает. Это человек. Я, этот человек, другой человек. Как работает ТОР? Эта система в туннеле. Обычно в ТОРе четыре скачка, четыре компьютера, связанных между собой с зашифрованным туннелем. Он не идеально. Можно расшифровать информацию на месте входа, можно расшифровать информацию на месте утонета. Но, опять-таки, это очень ресурсоемкое занятие. ТОР самый дружелюбный, наверное, из тунненных вот таких вот криптоанархических средств. Он самый удобный, в том смысле, что он сделан так, что вам не нужно фототеуторы знать вообще ничего для того, чтобы он пользовался. Набирайте в гугле, я даже не помню, в каком адресе они находятся. Набирайте в гугле ТОР-проект, заходите на сайт, не ошибетесь, то нарисована луковичка. Почему луковичка ТОР себе так всегда представляет? Это луковица, в которой есть слой за слоем, за слоем, за слоем. И скачиваете штук, которая называется ТОР-бандл. Что это такое? Это обычный браузер Firebox и настроечка для ТОРа. Вы запускаете одну иконку, у вас открывается одно окошечко, говорит, я подсоединяюсь, я подсоединяюсь, я подсоединяюсь, я подсоединилась. Открывается браузер, и вы получаете, и вы уже в интернете через безопасное соединение. Не просто безопасное, вы зашифрованы, никто не знает, через какой сайт вы заходите. Когда в Украине находился чудесный торрент, портал Демонович, где-то всегда можно было найти самые свежие книжки иконексы, они мне пускали людей из Украины. Они прятались от американцев, но, чтобы мы не знали, что они находятся здесь, они не пускали никого из Украины. Я страшно обижал, потому что мне интересно простить, поэтому из Русси там всегда многое книжные иконексы. Поэтому я начал к ним заходить через ТОР. А ТОР мое, мой заход к ним проводит то через Мексику, то через Нидерландию, то через Дорвегию, получились в Союзную Корею. И они не состояли меня заблокировать, потому что я все время пендерарюсь из какого-то другого места. Это блокирует для использования ТОР. Чем плох ТОР? Так, соединение сильно зашифровано, и оно идет через компьютер таких же людей, как и вы. Это такие же люди, которые скачают эту программу, установили ее на своем компьютере, и в тот момент, когда они ей пользуются, она доступна и для вас. Соответственно, не у всех из них супер-быстрое интернет-отключение, а вы знаете, наверное, что скорость вашего интернет-отключения равна скорости самого медленного пуска пути. Соответственно, пользоваться интернетом через 100 мучительно медленно, как в 96-м году по УВД. Но у нас, друзья, здесь в Киеве, здесь в Украине, сейчас есть, мне кажется, уникальная возможность показать, что мы удивились на таких узайского ворота. в Украине есть такая штука, называется она трафик в чехе. Еще в 90-х годах оптическое волокно, положенное в Украине, соединило крупнейшие города и крупнейшие компании в Украине. Называется это УАИХ. Оно подключено к интернету, но вы, наверное, знаете, что ваш интернет-провайдер, когда дает вам пакет, интернет-пакет месячный, он вам говорит всемирный трафик такой, на какой-то скорости, а украинский трафик бесплатно вообще ни с нечего не сумма. Действительно, трафик внутри УАИХ никак не ограничен. Сейчас каналы, когда продаются один раз в 20 тысячи долларов, получается 40 дебюк. Это очень много. По сравнению, с обработой трубой, оно будет до такого диаметра как это ставить. Соответственно, что мы можем сделать? У меня есть предложение? Вот, те, кто меня слушает, те, кто помнят, те, кто знают, что это такое, есть ли милей? У кого из вас компьютер дома не выключается нарыч? Отлично. У меня к вам предложение. А почему бы вам не установить у себя торт в режиме релек? Это не значит, что вы будете пользоваться прямо сейчас. Но другие люди, которые захотят вас пользоваться тортом, будут иметь ваш интернет-канал в качестве возможного ресурса. Давайте предложим своим друзьям сделать то же самое. Если у нас будет много нод пуннелей тора, то во-первых, нас сразу станет значительно больше. Потому что каждый, кто будет пользоваться тором, сможет проходить не через Аргентина Ямайка, а через своего соседа. Мы настолько сможем запутать следы, что неркейские службы в принципе не смогут уже выследовать картинку, кто через кого и как заходить. Мы будем просто сбивать их спутить. Еще 11 числа, когда мы стояли баррикады, мы с друзьями представили, что оружие революции на ближайшее время это то, что завещал нам Карлсов. Это порощение, низвождение и дураковаление. Интернет прекрасно подходит для порощения, низвождения и дураковаления. У них есть ресурсы, они готовы их тратить, давайте им поможем. Давайте побудим спецслужб искать то, чего нет. Давайте слать шифроводное сообщение, давайте все подавляем на себя то, и давайте сделаем большинство украинского праздника зашифрованного. Если у многих из нас будет стоять то, и через некоторое время, даже фильмы можно будет смотреть через то. А вы себе представляете, сколько усилий нужно будет потратить для того, чтобы перехватить огромный канал передачи данных зашифрованных. при котором некоторые являются убиты спецслужбам, но выяснится, что вы смотрите единую серию Горри Поттера. Вот это будет веселье. Ну, собственно, я бы вопрос. Вопрос? Мне сложно быть непристрастным судьей. Я искренне не люблю то образование, которое у нас привык называть рунетом или благосферой. Я у меня есть сильное ощущение, что вот то, что в Америке родилось по необходимости, оно родилось в ВБС, вот от обмена сообщениями короткими. Нет, сори. То, что там родилось по необходимости, то, что там родилось, было рождено как гражданское движение, сюда перешло как технология, как форма без содержания и начало наполняться. Честно, такой все взрослые не понимают, такой сраный как брюнетик, такой грязный руганий по поводу принадлежности к тем или иным формам мобилистов, вот совершенно безобидным вещам, любительным цветом, такого количества грязи, которое на наших формах, я не видел нигде в англоязычном употреблении. Когда моя жена была беременна, какой-то аргент она смынула вокруг на все рукой, включила гугл-транслейт и начала смотреть англоязычные формы про беременность через гугл-транслейт, который автоматически очень хоряло перед обвинением на русский язык. Но русскоязычные формы про беременность рассмотреть не могла, потому что все, что написано большими розовыми луками, шрифтом комикс-санс является истинной мое мнение. Мое мнение, я не доверяю. Теперь по поводу Бигмира. Бигмир сделал один американец, который живет в Киеве. Его же был журнал интернет-издание Корреспондент. Корреспондент купили. Купили ли Бигмир вместе с ним, я не знаю. Вообще-то у меня нет такой информации. Но был ответ на ваш вопрос. Я бы не стал опять таким доверять. Честно, Google вполне стандарт индустрии. Следующий для них въехал, наверное, но Google стандарт индустрии. Зачем искать что-то, что-то, что уже очень хорошее. Если вы хотите перевести свою почту с одного места на другой, всегда есть такой инструмент как форвард. Вы заходите в старую почту и говорите, что все письма, которые мне приходят, присылайте на мою новую почту в адрес. Закрываете эту почту и не будет лететь больше никогда. А в своем, например, кароте на Google вы тут же будете получать все почту, которая пришла на тот аккаунт. И извините, что этот студент прогуливался в этом, насколько я слышал в стране, но может там еще раз так и почту. Это не другое, да, это все другое. Gmail нормально, он поддерживает безопасное соединение с Серго, что уже защищает ваш пароль с пути. Поставьте себе длинный пароль и введите все, ну да, Google вас спрашивает, введите, пожалуйста, карот. Имя вашего кота, город, в котором вы родили, не запретите, не плените ответить на эти дурацкие вопросы, дайте ему свой номер телефона, он пришел к вам коду, подтвердите его ввив через браунер, и вы сможете, если кто-то взломает и пакетит вашу почту, вы всегда сможете восстановить свой пароль и поменять его срок. И мы об этом говорили чуть раньше, можно зашифровывать почту. для Firefox существуют плагины, которые позволяют зашифровывать сообщения. У вас есть две опции, либо зашифровать сообщения, либо подписать сообщения в криптологическом подпице, которая, если хоть эта буква будет изменена в сообщении, то у вас получается, прочитав электронную подпись, увидит, что сообщение было изменено по дороге. Вы можете шифровать каждое сообщение и отправлять сообщение зашифрованное. Они же хранятся на сервере? Да, они хранятся на сервере. Если вы отправляете зашифрованное сообщение, то только конечный получатель, которому вы дадите свой публичный ключ, сможет прочитать это сообщение. JPG, GFSD. Продуктор GFG, маленькая программка, она существует как плагин до браузера, вы можете ее поставить у себя, вы можете опросить своих друзей и ее тоже у себя поставить. И добро пожаловать в мир в стандарте, вы будете отправлять друг друга зашифрованное сообщение. зашифрованное промышленное и так далее. Спасибо. Нет, еще можно маленький, вы говорили по поводу письма, сформулированного наиболее. Но и так нужно перестрилить. Вы можете заплатить письма? Нет, при попротиве только основное тело письма будет непонятным никому блоком символов. А открытым текстом является только хендер. Кто оставил кому отправил какой седра. Текстом Текстом седра. Текстом и седра. Воспитация в СМС, что вот эта как-то раз весна, вы треугольцы, если последний, Вы видите, что были разработаны на рамках спецслужбы, что здесь использованы СМС, и у нас, те, кто здесь мысли, на них есть в кругах, где мы пробовали, как-то в спецслужбы, в каком-то мире. И сейчас мы тоже должны назвать, что у нас не использованы, какие-то средства, которые были в СМС, и у нас есть, у нас есть организованные, у нас есть основный фильм по ускорению коммуникации, чтобы в нынешний момент распространено здесь, что мы не хотим, что мы не знаем. Отличный вопрос. Это вторая любимая моя тема. Одна моя любимая тема — это криптоанархия и шифрование. Вторая моя любимая тема — это теория заговора. К счастью для нас интернет является... Вообще, что такое интернет? Когда его придумали, задачей интернета было... Вот у нас есть точка А, вот у нас есть точка Б. Мы можем протянуть кабель и обеспечить общение точки А с точкой Б. Если в кабель произойдет граната, кабель прорвет. Как нам передавать информацию из точки А в точку Б, так, чтобы не было обязательно иметь прямой связи между точкой А и точкой Б? Как была же разработана система интернета? Что нам дал интернет? Интернет нам дал коммуникация. Диктатура, апрессивный режим и свобода коммуникации — несовместимые вещи. Потому что только люди в состоянии свободно передавать информацию один другому, никакая диктатура не в состоянии выстоять, никакая пропаганда не в состоянии забить человеческие слова. Система коммуникации заложена в самой основе интернета. Протокол TCPIP, с помощью которого все происходит, он подразумевает, что он несет куточек текста от одного компьютера другому компьютеру. Секретная технология, о которой говорите вы, начало этих секретных технологий была программка под названием ICQ, которую поставили все по всему миру, и начали общаться ей прямо в офисе. Она позволяла почти мгновенно доставить короткое текстовое сообщение с одного компьютера на другой. И народ, у меня в офисе, в тот момент народ договаривался выйти перепулить, или выйти вместе пообедать, договариваясь с ICQ, через ICQ, там 6 человек. Компания вышла на биржу за большие деньги, при том, что у них не было ни малейшего представления о том, как зарабатывать деньги. И насколько мне известно, ICQ за все время своей жизни не заработала ни одной копейки. Ну, они не подразумевают заработок. ICQ пришло быть модным. Появился Twitter. Появился Skype. Появились другие системы коммуникации. Нет смысла править государством, как таковым. Нет смысла разрабатывать эти системы. Действительно проще дать возможность бизнесменам делать из этого быстромерческие выборные проекты. Тот же Skype, который был бесплатным, и в какой-то момент они зарабатывали только на том, что они подключали компьютер, возможность компьютера на телефон. В какой-то момент купил Microsoft за изумные два с половиной миллиарда. Собственно, вернув бизнесменам их вложения и потраченное ими время с большой выборой. Я не считаю, что у правительств есть необходимость сейчас, вот в нынешнем условии, заниматься разработкой коммуникации для граждан. Этим занимаются бизнесмены. Или я не совсем правильно понял вашу вопрос? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добро пожаловать в Казахстан! Спасибо большое! Спасибо! Спасибо!